Закончился ремонт трубопровода горячего водоснабжения возле территории общежития номер 3, где с начала мая 2021 произошел ряд аварий. О сроках возобновления водоснабжения в следующем сюжете. Закончились ремонтные работы после аварии на наружном трубопроводе горячего водоснабжения, которая произошла на территории общежития номер 3 в начале мая 2021 года. Вскоре выяснилось, что участок, где проходили трубы, был бесхозным. Прокуратура Советского района подтвердила этот факт. На какое-то время проблема оставалась открытой. Однако инициативу по решению сложившейся проблемы и спонсированию ремонтных работ взял на себя Казанский федеральный университет с целью обеспечить студентов, проживающих в общежитии, горячей водой. Проблема, мне кажется, в бытовом плане в том, что и не прибраться, не помыть посуду, не постираться. Вот такие вот моменты были не совсем удобные. Ну и, само собой, гигиена также страдала. Полного урегулирования этого вопроса действительно ждать очень долго. Поэтому в лице ректора Казанского университета Альша Травкадыча было принято решение за счет средств университета восстановить эту трубу для того, чтобы у студентов была горячая вода. Также хочется отметить, что проблему пытались решить установкой бойлерной системы, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию. Для решения вопроса, чтобы у студентов была горячая вода, было принято меры. Вот у нас здесь стоят 4 бойлера, 2 бойлера. Значит, для душевой женский, 2 бойлера для душевой мужской. Они по 150 литров. Сейчас на территории общежития номер 3 Казанского федерального университета закончен демонтаж старого сообщения и проложена новая магистраль. Протяженность всего отрезка проведенных работ составила 142 метра. Помимо этого общежития, в дальнейшем вода будет подключена на улице Адели Кутуя в общежитии номер 6, а также на улице Красная позиция, корпус 6, Красная позиция 6, корпус 2 и Красная позиция 6, корпус 3. Это первое, второе и четвертое общежития. Амир Ахтямов, Арядна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз.